И вот мы в Барселоне. Начинается наша инцидент. Летели через Альфа. Красота, а не описывая. Команды 16 человек. 25 марта у нас в Барселоне марафон. Потом мы движим до Валенсии. До Валенсии. До Мадрида. Едем. До Мадрида. Едем. До Мадрида по марафону 1 апреля. Красиво. 21 марта. Утро. 7 часов 15 минут. Самые смелые, самые... Те, кто уже выспался, собрались на пробежку. Первая пробежка по Испании. Все. На второе. Немание. Марш. Решили куда бежать? Я не знаю ... ... ... ... ... ... ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот тогда Каталуния завоевывала, каталунские короли завоевывали огромное количество новых территорий, в том числе Валярские острова. Королевство Валенсия, часть Греции, Сицилию и часть полуострова Италии. То есть разрослись границы очень и очень, и король естественно не имел возможности находиться везде, чтобы управлять государством. Поэтому здесь, в Барселоне, существовал так называемый Совет Стар. Итак, мы с вами находимся в самом интересном квартале Барселоны. Он называется квартал Раздора. Не этот, а вот он, на той стороне Уни. Уже некоторые обратили внимание на то, что самое первое здание, очень интересное, в том числе и последующее здание. Так вот почему Раздора. Именно здесь, на этом квартале, собрались здания трех самых знаменитых архитекторов-модернистов города Барселона. Первое здание принадлежит архитектору Томиник Монтанеру. Творец в каталогской музыке я вам показывала, да? Так вот, он реставрировал. Эти здания не было построено, это здания реставрированы. Обратите внимание на оригинальную такую беседку, которая на верху. Видите, как оформлен верх здания, что обильный декор на балконах и так далее. Здание это в момент постройки было еще красивее. На нем было множество статуй. Но дело в том, что во время гражданской войны, во время бомбежки, статуи начали разрушаться. И швейцар, буквально этого помещения, это дом, частный дом, куда зайти нельзя. Это частное владение. Так вот, швейцар вытяжел на улицу, собрал людей, начал собирать эти статуи, снимать и прятать. Ну, конечно, все спасти не удалось. И некоторые статуи купил Сальвадор Дали впоследствии буквально за какие-то копейки. Купил эти статуи. Это один из домов. Следующий дом, пропускаем два. Вот следующий дом. Сейчас я вам расскажу, а потом мы остановимся, вы посмотрите, сделайте фотографии. Хорошо? Которые очень эпичные. Да, с очень оригинальной крышей, вы видите, да, треугольной формой, уступами. Куча и Кадахал. Архитекта Куча и Кадахал. Как раз знаем, что это здание? Каждое здание носит свое определенное название. По фамилии Капеца. Это у нас дом Глео Морера, так называемый, дом Амаклера. Архитекта Куча и Кадахалка. И вот в это здание можно войти. Это не музей. Это здание, где находится свинирный магазин. Экспозиция наверху, Институт искусства Каталонии. Поэтому, если вы будете гулять по посетительству, я вам просто советую заглянуть на дом и посмотреть, как внутри были устроены. Очень красивая отдела пирамическая пирамидная института. Очень красивая кованая железа. В общем, вы посмотрите сами. Я просто советую. И последний дом. Самый знаменитый архитектор не только в Каталонии, но и во всем мире Антонио Гауди. Его прозвали дом Каталонии. Живые по всему. Почему? Давайте я пройдем там. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Около этих двух башен будет завтра констарт марафона Все люди идут на марафон на регистрацию Магия храма у нас встречалась в Киротковой Который встретил еще одну бегу и неволю Посмотрел они должны подойти Вставайте на фоне фонтанов Купили фонтаны по случаю марафона Вот небольшая группа Героев Покажи, какую расклейку тебе дали Наоборот, переверни Называется Stop Speed Мы так перевели Но это скорость Да Это Сбавь скорость Не терапись Ну все, пойдем на старт Покажи 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 Продолжение следует... 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 Это же каждая двиточка. Вот это... Кирпич это что? Из чего это? Из возника? Это приводный мастер. Закончился. Все. Вот везде сели. Сиди, сиди, сиди. Ну все. Ну давай команду идти. Кляму к морю, по мостику и направо. Вот это она. Ура! Вот она команда на старт не вай не марш. Так и будьте внимательны. С Богом. Счастливого пути. Счастливого пути. Счастливого пути. На этом жутком серпантине. Так тут бежать вообще непонятно. Тут и ехать опасно. И бежать тем более. Да? Наверное. Нет. Ну другое пути нет. Средиземное море. За морем Африка. Серпантин. Видимо 4 дня вот этот серпантин будет. Вдоль моря. Счастливого пути. Что делать? Надо как-то. Как-то привыкли. Наши ребята подоспели. Вдоль моря. Вдоль моря. А мы вас ждем оттуда. Вон оттуда. Вон оттуда. Где вас искали? Мы вот там. Да. Направляемся к месту старта. Наша группа прибывает к очередной воде питания. Впереди водитель ведет группу, чтобы не заблудились основные сзади. Снимай дальше. 27 марта. Второй день после марафона. Выбежали из Кеппинга. Рано утром. Сейчас 10 часов утра местного времени. Рано утром. 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 Продолжение следует... 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 Здесь в самом центре Мадрида, выражаясь своей красотой, шикарный зал, как и все города Испании. Вот наша группа. 39 лет строилась улица Гранвия. Начало улицы, перед нами, внизу, первое здание, которое строил король. Он положил только первый кирпич, а под первый кирпич положил медную шкатулку, в которой находились золотые и серебряные монеты. Эта традиция якобы давала успех в строительстве. Хотели строить в стиле барокко, затем вошел в моду американский рационализм, американский образ жизни, американская архитектура. Поэтому и две третьих части улицы, последние части улицы, построены в стиле американского рационализма. То есть здание попроще, менее украшенной лепкой и, соответственно, менее красивое. В этом году этой улочке исполняется 100 лет, поэтому на этой улочке проводились большие праздники, карнавалы. Сюда приезжали короли. А медведи питались плотами земляничного дерева, поэтому это является основным символом Мадрида. Мы подъезжаем к площади, которая называется площадь богини Сивелиш. Это греческая богиня Плодородия. И эта площадь является вторым символом Мадрида, потому что этот фонтан до 18 века... Так, одну секундочку, звонит ваш руководитель. Алло. Мы возвращаемся на центральную улицу города. Теперь нам надо ее пересечь, чтобы попасть к королевскому дворцу. Вторая версия строительства главной улицы. То есть первая, чтобы разгрузить город от трафика, а вторая, чтобы соединить район Маркиза-Саламанки, который находится за династой. Это район аристократов, в котором сейчас живут потомки аристократов. Чтобы соединить этот район, соединить с центром города. Все, что мы видим, это барокко. Все, что дальше, это уже американский рационализм. С правой стороны мы проезжаем знаменитый ночной бар, который называется Музео Чикоте. Мушаео Чикоте. Этот бар стал знаменитым в начале 20 века, потому что хозяин этого заведения делал коктейль. Так, смотрите, три такие точки. Первая, это нулевой километр. Это центр, географический центр Испании, который находится на площади Солнца, недалеко от вашего отеля. Ваш отель находится в историческом центре Мадрида. И есть такая традиция. Если вы на него наступаете ногой, значит вы еще раз возвращаетесь в Испанию. Независимо в какой город, но попадаете в Испанию. От этого километра начинается отсчет всех дорог, которые ведут в разные города Испании. Вторая знаменитая точка, это булочная Майоркино, Мадрицы-Сладкоежки. Здесь очень много булочных и старинных кондитерских, которыми исполнилось более столе. Поэтому... ...выехав на улицу Святого Иронима, и вы будете у церкви Королевской, потому что королевцы специально построили такую улицу, чтобы из дворца ездить на каретах и на лошадях до церкви Святого Иронима по одной ровной дороге. Перед нами небольшой дворец с колоннами. Это дворец Касон, дворец, который был построен для королевских праздниц. Именно здесь находились короли XVIII в том веке, когда сгорает первый деревянный алькастар, построенный арабами, в котором уже жили испанские короли. Поэтому короли не пострадали. Это было Рождество, и на праздниках они были в этом дворце, в котором венчались и короновались большинство королей Испании. Небольшое количество королей, которые не короновалось здесь, короновались обычно на центральной площади города. А принц Фалипы, я уже говорила, это один из первых представителей монархов, который венчался на территории нового кафедрального собора. Тот, который женился на девушке из народа недавно, на журналистке Летесии. Мы на мадридском полумарафоне. Через 45 минут будет дан старт. Насколько народу заявлено, мы меряем. Не меньше, чем на барселонском марафоне. Много-много тысяч будет народу. Там, похоже, финиш. Вот дан старт. Ты это снимаешь, да? Да. Вот наш герой, как ты. Ну что, Валентин? А скажи пару слов, пока еще запомнились тебя. Ой, ну, впервые на таком полумарафоне, где спусков больше, чем подъемов. Вот. Это меня очень порадовало. Впервые, да. Хорошо. Ну-ка, подожди-ка. Ладно, молодец. А там никого из наших еще не видел? Краснощоков, может быть? А я по себе тоже заблудился. Да, краснощоков надо еще. Я только видел, знаешь кого? Савельева на седьмом километре. Я его обгоняю, а? А вы сейчас? А Савельева? Ну, так же, я в сутки, как Саша учились. Каша не пошла. Вот только каша-то сегодня и пошла. Ира, я и Саша. Сколько времени тебе обрели? Сколько отнимать надо? А? Сколько отнимать надо? Шесть минут, если... Ну, чисто-то, хоть скажи. А у меня было два-три. Так, я тебя обогнал. Обогнал. Я думал, он бежать, да, если бы я плачу. А я пошел в ту сторону, потому что... Ну, что, теперь что-то скажите. Мы очень добольно, потому что погода очень хорошая. Трасса красивая, интересная. Обедались мы по горам в Испанию. Сколько-солько не бегали в Сужим. Ну, пересеченной местности. Ну, вообще, очень довольны. А еще у нас один день горного бега. А еще не интересно, удастся ли нам бежать, потому что в Испании бегать не принято по трассам. А впереди у нас трасса. Это не принято в Испании. Для испанцев. А для наших... В Испании можно. В Испании, может, что хочешь? То есть, не отверзеться. Ну, надо так надо. Один день горный еще будет. А как раз, смотрите, Сарагоса, это как раз с самой горочки. Снимай, Юра, снимай. Ну, я это сделал. Саша, молодец. О, и Виктор тоже здесь. Я вас жду, я вас жду. Виктор Корсачев, Санкт-Петербург. Полу-марафон. Молодец. Молодец, мой. Молодец, здорово. И дальше вот это. Вот это. И так. Все, здорово. Пойдемте. Пойдемте потихонечку. Что-то жарко сегодня. Это мы, матрицкий футбол. Меда, с медалями, да? Надо медали повесить. Уставшие, удовольные, возвращаемся после полу-марафона. Так, слегка, в Левонудную пустую. Слежим, у вас здорово. Нет, вот он. Пошли туда. Я пошел туда. Я пошел туда. Первое действие закинчилось. Пойдем за полу-марафон. Какая традиция осталась. Без стопы. Это любительная традиция. Второе, что родители, что родители, что родители. Редактор субтитров А.Семкин. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Затем в 17 веке, а да, еще один момент, который я хотела бы вам сказать Во времена, когда дворец служил резиденцией арагонских королей Здесь был настроен второй этаж, который вы видите, вот эти вот арочки И были построены помещения, палаты для арагонских королей Для знаменитых королей-католиков, это был и Фердинанда Которых мы с вами прекрасно знаем, во времена правления которых была открыта Америка И было завершено изгнание мамров из Испании И внутри дворца сохранился очень хорошо, красивый, очень изумительная красота Резной, деревянный потолок позолоченный в тронном зале И очень монументальная, красивая тронная лестница, которая ведет в этот зал Все дворцов, но после осады Наполеона и наполеоновскими войсками Осталось только горсткое место дворцов, которое пройдет в этот зал Идематский войск Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok